Как объяснили сами предприниматели, то есть все сдали, говорят, мы как-то беспрекословно, говорят, в разные суммы денег положили. Директор детского дома Юлия Кривенцова до сих пор не может поверить в случившееся. Называясь ее именем, некто в течение нескольких дней собирал деньги на лечение детей с диагнозом ДЦП. Вот эта вот ситуация, она действительно нас несколько компрометирует с не очень хорошей стороны. И вчера буквально был шквал звонков от предпринимателей рынка. Несколько человек даже приходили действительно прояснить ситуацию. Многие предприниматели на рынке, как и обычные покупатели, поверили россказням женщины. И, судя по всему, сумма набралась немаленькая. И вообще оказалось, что подобные просящие появляются тут часто. Собирают и на лечение детей, и для детских домов. Световая лусая такая была она. Не знаю, тут у людей есть, только поспрашивать. А в возрасте примерно какой? Ну, где-то 35-40, не больше. А что говорит, кем представляется? Ну, она сказала, что она из детского дома собирает для детей одежду, деньги, вещи. Девушка и парень ходил. Высокий такой парень ходил еще. В коробке, в обувной коробке. Эту дырку сделали специально. Не верьте мошенникам. Если хотите помочь, то как минимум требуйте документы и справки с диагнозом. Сотрудники же Нижнекамского детского дома по рынкам попрошайничать не ходят. Да ни одного ребенка с диагнозом ДЦП сейчас на их попечении нет. Сегодня встретить лжедиректора нам не удалось. Скорее всего, это была заезжая мошенница. А всем нижнекамцам следует быть осторожными и не верить первому встречному. Если вы действительно хотите помочь воспитанникам детского дома, то лучше позвонить по телефону, либо прийти и спросить, что им действительно нужно. Анастасия Попова, Евгений Лызаев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Присылай фото и видео «Мобильный репортер 24».